Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Не вижу никакой на самом деле принципиальной разницы между тем Заставляете ли вы авторитарно кого-либо что-либо делать Или осуществляете насилие над сознанием человека Понуждая его в общем-то выполнять то же самое Необходимость создания такого фильма обусловлена как раз потребностью Раскрыть содержание реальной социальной науки вопреки стереотипам о ней Это наука социальной инженерии До 1949 года в США действовала одна научная группа по социальной инженерии К середине 60-х их насчитывалось уже более 130 Социальную инженерию преподают в университетах США Но не в российских университетах Я был крайне удивлен, узнав, что структуру предмета социология Определила специализированное учреждение Организации Объединенных Наций По вопросам образования, науки и культуры, известное как ЮНЕСКО Одним из основателей которой был Джулиан Хаксли Брат небезызвестного Олдеса Хаксли и автор термина трансгуманизм Но это тоже от слова транс, то есть изменение человека или человечества Так вот, в 1949 году группа экспертов ЮНЕСКО приняла специальную резолюцию В ней был дан перечень изучаемых политической и социологической наукой вопросов Социология излучает, что такое социальное неравенство, расслоение, социальная структура, мобильность и тому подобное Как надо на них воздействовать, чтобы сделать общество стабильным и процветающим Ну я с русского на русский Чтобы оно, так сказать, приняло социальное неравенство Кто входит в большие социальные группы, которых касаются вопроса социального расслоения или неравенства И кто вынесет основной груз общественных перемен Ну, то есть, вот так определили социальную науку И здесь бы я вспомнил цитату еще одного социолога, это Бенджамин Кон Мы не можем заставить вас думать так или иначе, но мы можем дать вам то, о чем думать Говоря о демократии, как правило, подразумевают режим коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход Современное общество имеет равные права при разных возможностях и управляется большинством, не так ли? Интересная черта этой страны в том, что нам говорят, что у нас есть свобода выбора Важный момент, что это свобода граничного выбора Две политические партии, по сути две Крупные медиакомпании, пять, шесть, максимум В том, что важно, становится меньше альтернатив Газеты в этом городе, сколько? Было три-четыре, сейчас одна или две Ими владеют одни и те же люди, и они же владеют радиостанцией, телестудией Но карамелек 32 разных вкуса Мороженое, вещи, которые не важны В неважных вещах выбор огромен Поскольку у силы всегда на стороне подчиненных То правителям ничего не остается, как поддерживать их убеждениями А значит, убеждения играют главную роль в любом государстве И установка эта распространяется как на самые деспотичные и военные государства Так и на самые свободные и народные И фактически, в тех самых свободных и народных Когда силу не применить, получают развитие более изощренные методы достижения согласия Конструирования согласия, индустрия связей с общественностью и так далее Для нашего рассказа непосредственный интерес представляет то, на чем построено влияние на общественные процессы Начнем с того, что общество неоднородно по возможностям В 2016 году журнал Forbes сообщил о том, что в руках 1% самых богатых людей Сосредоточено состояние, превышающее совокупный капитал оставшейся части населения Согласно социологическим исследованиям, любое общество делится на три группы Первую, от 1 до 3%, составляет малочисленная элита И именно она, по большей части, заинтересована в манипуляции Правящая элита требует опущения или искажения социальной действительности Правдивый анализ и обсуждение социального конфликта может лишь усилить сопротивление социальному неравенству Могущественные в экономическом отношении группы и компании делаются весьма раздражительными Как только объектом внимания становится их эксплуататорская деятельность Герверт Шиллер – манипуляторы сознанием Итальянский экономист и социолог Вильфредо Паретто выделял элиту как часть общества, способную его изменять Главным качеством элиты Паретто считал способность элиты манипулировать обществом в угоду своим интересам А не способность применять к управляемому большинству насилия признаком ее вырождения При этом элиту он разделял на непосредственно правящую и работающую в сфере творчества Вторая группа – это 75-85% Социально-пассивное население всегда следующее сложившимся стереотипам и политическим настроениям И третья – в которую в зависимости от страны входит от 10 до 20% населения Эта социально-активная часть – главный фактор перехода от стабильности к социальной напряженности И от 10 до 20% этой группы составляют драйверы – основной двигатель перемен в обществе Таким образом, неоднородность общества не ограничивается только социальными признаками И нас больше всего интересуют элиты и драйверы Их взаимодействие и составляет основу манипуляций общественным мнением Научно обоснованных примеров того, что обществом можно манипулировать, их очень много В системе принятия решений работает такая вещь, как прайминг Вот подобно тому, как результатами выборов, поведением избирателей на выборах Можно манипулировать при помощи агитации и пропаганды Также и на решение, принимаемое отдельным человеком, можно воздействовать Если предварительно, перед тем, как он будет принимать это решение Возбудить путем какого-нибудь напоминания определенные участки мозга Соответственно, потом, если человеку нужно будет выбирать между справедливостью и эффективностью Если предварительно ему активировать ту область мозга, которая обрабатывает информацию о справедливости То, соответственно, этот участок мозга будет активнее участвовать в голосовании при принятии решения И решение с большей вероятностью будет принято именно в пользу справедливости, а не эффективности Говоря о манипуляции, стоит упомянуть имя отца современного пиар Эдварда Бернейса Который был двоюродным родственником Фрейда Его мать была сестрой Фрейда, а отец братом Фрейдовой жены Его дочь Анна вспоминала Он считал, что толпе нельзя доверять в демократии Она может проголосовать за неправильного человека Она должна управляться извне Эдвард Бернейс в некотором смысле пропагандировал деспотизм Появление на политической арене Бернейса обусловлено втягиванием американского общества в Первую мировую войну Специально созданная комиссия по информированию общественности должна была, применяя принципы рекламы Подготовить общественное мнение для вступления в нее США Именно так и появился современный пиар Слово пропаганда было бы плохим словом, потому что оно использовалось немцами Поэтому я стал искать другой термин и придумал Консул по общественным связям Или пиар Эдвард Бернейс При поддержке советника президента журналиста Уолтера Липмана Бернейс внушил американцам, что они ввязываются в войну с Германией, чтобы принести демократию всей Европе Построй демократию, спаси мир Под такими девизами Америка шла на войну В своей работе пиарщики использовали принцип, определенный Уолтером Липманом Демократическая теория в своей исходной форме никогда всерьез не рассматривала проблему Возникающую в связи с тем, что картины в головах людей не являются механическим отображением окружающего их мира И поэтому такие картины предлагалось создавать искусственно Внутренний отдел созданного комитета состоял из 19 подразделений Каждое из которых фокусировалось на определенном типе пропаганды Отдел новостей рассылал тысячи пресс-релизов, чтобы обеспечить местные выпуски правильными новостями Также был создан отдел синдицированных статей, чтобы нанимать ведущих писателей Для создания романов, рассказов и эссе, описывающих войну в правильном ракурсе После войны Эдвард Бернейс подтвердил, что его коллеги выдумывали предполагаемое зверство Чтобы спровоцировать общественное возмущение против немцев Некоторые жестоких историй, которые циркулировали в течение войны Например, история о ведре, наполненном глазными яблоками Или о семилетнем мальчике, который сопротивлялся немецким солдатам с деревянным пистолетом Были на самом деле адаптированы из описаний вымышленных злодеяний Правительственный комитет общественной информации Вывалил на ничего не подозревающую американскую публику Потоки расчетливой лжи и шовинистических эпитетов Которые демонизировали немцев, сопровождая этот процесс картинками Как немецкие солдаты накалывают на штыки бельгийских детей Ульям Энгаль – боги денег Уолл-стрит и смерть американского века Война стала подаваться как сражение не за восстановление империи, а за демократию во всем мире Силами Бернейса демократия была превращена в новый товар Пропаганда комитета последовательно обращалась к эмоциям И рисовала президентам США, освободителям народов, основателям нового мира В котором каждый человек будет свободен Сопровождая Вильсона на Парижской мирной конференции Бернейс придумал слоган «Сделать мир безопасней через демократию» Однажды, наблюдая, как восторженная толпа окружила президента, основатель пиар задался вопросом А можно ли провести тот же трюк с убеждением толпы в мирное время? Стоит признать, что Бернейс провел колоссальную работу по определению механизмов управления обществом Он нанимал психологов, которые писали отчеты о том, насколько те или иные товары хороши для здоровья А потом публиковал их как независимые исследования Он продвигал нью-йоркскую пьесу о венерических заболеваниях И чтобы сделать ее более приемлемой, создал фонд по поддержке полового воспитания Дав старт современному так называемому секс-образованию в школах Эдвард Бернейс писал «Что нами управляют, наш ум и вкусы формируют И наши идеи нам внушают люди, о которых мы никогда не слышали» Он и его соратник Альберт Ласкер ввели в кино про декплейтсмен как явление Благодаря им американцы, повторяя за героями фильмов, стали пить по утрам апельсиновый сок Наполняя кошельки заказчиков продакт-плейсмента Выяснилось, что лишь четверть людей в обычных условиях ведут себя в соответствии с теорией рационального выбора Большинство мотивируются не только выгодой или страхом, но и социальными нормами Турчин Петр Валентинович Профессор коннектикуского университета Основатель направления математического моделирования и статистического анализа исторической динамики Однако даже более сильные, чем страх, социальные нормы подвержены изменениям В конце 20-х американская табачная компания Lucky Strike Предложила Бернейсу склонить женщин к снятию табу на курение в общественных местах Для повышения объемов продаж табака Бернейс апеллировал к позе курения для фигуры Верный путь отказаться от избыточного питания – это фрукты, кофе и сигарета Фрукты закаляют десны и очищают зубы Кофе стимулирует слюноотделение в ротовой полости и омывает ее И, наконец, сигареты дезинфицируют рот и успокаивают нервную систему Подтверждал эту мысль врач Джордж Бухан Подговоренные им оперные певицы рассказывали, как никотин благодворительно влияет на голос А врачи заявляли о пользе никотина для здоровья И вновь для достижения нужных целей был использован образ свободы В набирающем обороты в феминистическом обществе это был образ женской свободы Бернейс попросил несколько моделей и актрис демонстративно закурить на пасхальном параде в Нью-Йорке Репортеры были заранее предупреждены, что группа активисток зажжет факелы свободы Так в медийном пространстве появился прецедент И миллионы женщин, присоединяясь к свободе и независимости, закурили без стеснения Принося прибыли производителям табака Так был реализован принцип постоянной трансформации социальных норм Описанный вице-президентом Маккайнак-центра Джозефом Авертоном Через так называемое окно возможностей, когда любая идея обсуждается сначала как экзотика и эпатаж И далее смещается из радикального в общепринятую позицию Возможно заставлять общество принимать совершенно чуждые ему идеи Глава производящей радиоприемники фирмы «Филка» нанял Бернейса для увеличения продаж радиоприемников и расширения аудитории По плану пропагандировалась важность радио как источника новостей Создавался спрос на хорошую музыку, появились радиопередачи и образовательные программы Организовав выставку-вечеринку в Рокфеллер-Плаза, где дизайнеры оборудовали радиогостиной для высшего класса Он проассоциировал радио с достатком и принадлежностью к высшему сословию Люди стали стремиться сделать радио частью своего дома, как ранее музыкальный инструмент В середине 30-х он начал продвигать радио как рупор свободы слова Позже эта идея была успешно перенесена и на национальную телевизионную политику В целом влияние на сознание общества было построено на откровенно лжи и обмане И нельзя забывать, что манипуляция всегда наносит ущерб тем, на кого она направлена Иначе прибегать к ней нет необходимости Под манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое производится тайно А следовательно в ущерб тем лицам, на которых оно направлено Простейшим примером тому может служить реклама Герберт Франке «Манипулируемый человек» 1964 год Повышая популярность дамских журналов, Эдвард Бернейс украсил их снимками кинозвезд И он же первым соотнес автомобиль с мужской сексуальностью Заложив основы управления модой, пропагандируя идею, что нужно покупать одежду не по необходимости А для выражения собственной индивидуальности На самом деле иллюзия индивидуальности, выраженной через моду, скрывает основной прием манипуляции, построенный на врожденном конформизме большинства В 2010 году немецкие приматологи зомбийского заповедника наблюдали возникновение моды у приматов Самка-шимпанзе Жюли любила вставлять в уху сережку в виде длинной травинки И носила ее даже во время игр Аксессуары оценили и другие обезьяны И спустя время уже 8 из 12 сородичей вставляли в себя в уши травинки или веточки Первыми переняли сын Жюли Джек и его товарищи Затем в веянию последовали некоторые другие взрослые Тенденция продолжилась даже после смерти иконы стиля Парадокс в том, что основой моды является не стремление к индивидуальности, а подражание Основными выгодоприобретателями которого являются производители так называемой модной одежды Специалист по вычислительной нейробиологии Джонатан Тубуль из Парижского колледжа де Франс Посвятил свое исследование субкультуре хипстеров Согласно его рассуждениям, хипстеры были запрограммированы всегда делать выбор, противоположный общепринятому Выделяясь зауженными брюками, старомодными очками, длинными челками и рубашками в клетку Однако со временем эта тенденция перешла в свою противоположность Создав армию похожих друг на друга псевдоиндивидуальностей В конце 80-х годов комсомольские отряды ловили в вузах и ПТУ неформалов Заставляя их состригать длинные волосы и переодеваться из джинсов-варенок в общепринятую одежду Но через несколько лет бывшие неформалы уже вовлекались в новое направление моды Состригая волосы и переодеваясь в кожаные куртки и спортивные костюмы Поначалу люди действительно вполне сознательно следуют за трендом, возникшим в среде так называемых первопроходцев А вот уже за ними идет основная масса последователей Отпускающих бороду и вязнущих в долгах, чтобы купить статусную тачку Такое групповое мышление связывают с именем социального психолога Ирвинга Дженниса Который открыл эффект фургона с оркестром или эффект присоединения к большинству Эффект фургона дополняет так называемый эффект ложного консенсуса Выявленный профессором Стэнфордского университета Лирос в конце 70-х Во время эксперимента большинство испытуемых выбирали определенный вариант Так как считали, что другие члены группы выберут этот же вариант Что означает склонность человека считать свое поведение типичным Негласная модель управления обществом построена на совокупности этих эффектов Для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной Успех манипуляций гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться Герберт Шиллер, манипулятор осознания, 1980 год В медиапространстве действительность формируется стереотипами К такому выводу приходит Уолтер Липман, при поддержке которого действовал Бернейс Итак, вот ключ к нашему исследованию Мы допускаем, что человеческие поступки основываются не на прямом и очевидном знании А на картинах, которые индивид рисует сам или получает от кого-то другого Уолтер Липман Липман подчеркивал, что каждый может выступать в качестве специалиста или эксперта только в каких-то узких областях Но в большинстве жизненных ситуаций человек поставлен перед необходимостью давать ответы на вопросы, в которых он некомпетентен В таких случаях приходится пользоваться распространенными среди других людей и заимствованными у них заготовками стереотипных формул, объяснений, оценок и так далее Таким образом, выбор большинства все равно определен меньшинству Стелл Кампернолли Наш рефлекторный мозг любит перцептивные стереотипы, шаблоны восприятия Они помогают нам быстро оценить ситуацию, не дожидаясь ответа от медлительного мыслящего мозга Однако вы должны знать, что иногда такие перцептивные стереотипы могут вводить в нас заблуждение и даже представлять опасность Собственно, на этом эффект управления общественным сознанием и построен Противостоять этому очень сложно, потому что подражание носит инстинктивный характер И то самое пресловутое стадное чувство – это чувство инстинктивное и неконтролируемое сознание Соответственно, если вы берете и контролируете 25% любого общества или сообщества, например, научного То вы можете легко перетянуть всю его идеологию Более того, в этих 25% существуют свои 25% Если вы сначала перетянете их, то вы перетянете и их и поставите на свою точку зрения Таким образом, скажем, направлять общественное сознание становится достаточно легко Меньшинство обнаружило великолепный способ влияния на большинство Оказалось, что можно формировать мнение масс таким образом, чтобы направить свежеприобретенные ими силы на строго заданные цели Пропаганда становится инструментом невидимого правительства – Эдвард Бернейс Бессознательная склонность человека к принятию чужого мнения и его особенности Были продемонстрированы в 1951 году в экспериментах психолога Соломона Аша Собранным в аудитории студентам демонстрировались карточки с изображениями И задавались вопросы о длине линий на них Только один студент в группе был реальным участником эксперимента Все остальные были подставными лицами, отвечавшими ошибочно Как выяснилось, в 75% случаев реальные участники соглашались с заведомо неверным мнением большинства По своему мировоззрению человек всегда принадлежит к определенной группировке И именно к той, в которую входят все социальные элементы, разделяющие тот же, что и он, образ мыслей и действий Масса людей, приведенная к единому и последовательному способу осмысления реальной действительности Это философский факт куда более значительный и оригинальный, чем открытие каким-нибудь философским гением новой истины Остающейся достоянием узких групп интеллигенции Антония Грамши «Тюремные тетради» Ученые-когнитивисты Хьюго Мерсье из исследовательского института в Лионе И Дэн Спервер из Центральноевропейского университета в Будапеште Написали книгу «Загадка разума» Где высказали смелую мысль, что целью возникновения мышления было не дать человеку стать крайним в коллективе В США группа социологов провела эксперимент В приемной поликлинике подставные лица вставали каждый раз, когда звучал сигнал Перед новой посетительницей, вошедшей в комнату, встал выбор Остаться индивидуальностью или поддаться стадному чувству Но желание быть как все взяло вверх Подсадные утки выходили из приемной, однако оставшиеся следовали ритуалу Даже оставшись одна в комнате, геранье продолжила следовать ритуалу Вошел парень и, удивившись, все же последовал ее примеру Все вновь прибывшие продолжали вставать после того, как первая посетительница покинула приемную Ученые объясняют это синхронизацией или законом 5% Если 5% людей начнут вести себя по-особенному, то оставшиеся синхронизируются с ними Наблюдая за разными особями животного мира, включая светлячков, пчел, лошадей Еще же реческо-знахарские структуры Египта пришли к выводу Что для всех сообществ характерен так называемый режим автосинхронизации Это выражается в том, что если 5-10% особей некого сообщества начинают делать что-то одновременно То в этот режим автоматически переводится все сообщество Так, случайное синхронное мигание 50 светлячков приводило к тому, что весь фрагмент долины Нила Начинал мигать в этом режиме до 30-40 секунд В книге Вадима Хайта «В биологии человека» описано явление симпатической индукции Они могут тихо сидеть на берегу, но стоит одной особи вскрикнуть, как кричать начинают все Адаптивный смысл симпатической индукции понятен В некоторых ситуациях, например, при опасности, все особи группы должны одновременно отреагировать определенным одинаковым образом Вероятно, именно эта программа лежит в основе панических реакций у человека Которые, как волна, распространяются по анонимной толпе Были проведены эксперименты и с человеческим сообществом Размещенным на стадионе, который оживал по программе, реализуемый 10% рассаженных подсадных уток Вставал, кричал, аплодировал, а не тем, что в это время происходило на игровом поле Исходя из этого, стало очевидно, что для эффективного надгосударственного управления не нужны пирамиды И не нужно каждого водить за руку Достаточно в каждой из стран иметь 5-10% беспрекословно подконтрольных особей Которым можно давать командой через знаковые фигуры Стивен Слоуман из Брауновского университета И Филипп Фернбах из Университета Колорадо отмечают, что с тех времен, когда мы были пещерными охотниками Мы повсеместно полагаемся на чужие знания и умения Что было ключевым этапом нашей эволюции Одним из условий разделения умственного труда является отсутствие четкой границы между знаниями И убеждениями разных членов группы, пишут они Таким образом, подавляющее большинство из нас запрограммированы природой повторять за окружающими Даже мозг ребенка формируется в процессе подражания родителям И в этом также скрываются основы формирования вложенной программы конформизма И синхронизации внутри общественной группы В 1995 году профессора Джакомо Ризалатти и Леонардо Фагаси Имплантировали в мозг обезьян микроскопические электроды Чтобы измерять активность клеток головного мозга, отвечающих за управление конечностями Когда обезьяны брали арахис, датчики регистрировали в их клетках электрическую активность, что было вполне логично Но однажды ученые забыли отключить одну обезьяну от измерительного прибора И с удивлением обнаружили, что у нее активизировались те же самые двигательные клетки Когда она просто наблюдала за другой обезьяной, потянувшейся за арахисом Это было похоже на то, как если бы клетки головного мозга, наблюдающие обезьяны Зеркально отражали все то, что происходило в мозгу двигающейся обезьяны Эти клетки, отвечающие за движение, активизировались даже в темноте Когда обезьяна просто слышала, как ее подруга берет арахис Исследователи назвали эти клетки зеркальными нейронами Это из книги Тео Кампернолли, нейропсихиатра и доктора медицины Книга называется «Мозг освобожденный» Для тех, кому не нравится термин «зеркальные нейроны» Цитата от профессора Савельева, также объясняющая причину подражательности или подражательного поведения Любые дополнительные затраты мозга младенца вызывают отрицательные эмоции А снижение энергетических расходов положительные Огромную роль в когнитивных запечатлениях играет простейшее поведенческое подражание, о котором говорилось выше Оно начинается вскоре после рождения и часто продолжается до конца жизни Персональное воспроизводство подражания гарантировано ленностью мозга Очевидностью биологической выгоды и опробированностью социального успеха Сергей Савельев, «Морфология сознания», том 1 И дальше хочу подкрепить и продолжить опять цитаты из Тео Кампернолля «С первых дней своей жизни человек демонстрирует мастерство подражания Это – основа его быстрого социального обучения Теперь мы узнали, что запрограммированы на это самой природой Если мы видим, как другой человек совершает некие действия, наши нейроны, отвечающие за эти же действия, начинают работать автоматически Это также помогает нам понять, почему дети буквально с рождения обладают способностью копировать поведение других людей И почему они подражают только существам, в кавычке взято «похожими на них» Все эти научные открытия о головном мозге, доказывающие его сложнейшую сетевую структуру, дали рождение совершенно новой дисциплине – коннектомики Смысл в том, что большинство рождается и формируется как конформисты Потому что ребенок учится, глядя на своих родителей, и в период активного становления его когнитивных структур он, по сути, им подражает В результате модель подражания большинство, часть людей переносит также и в сознательную жизнь И строит ее уже на шаблонах Мыслить шаблонами, ну, то есть повторять всем уже известные мысли Кстати, автором термина «стереотип» – это тоже шаблон, был как раз Уолтер Липман В исследовании Альберта Бандура его коллеги работали с группой маленьких детей, которые боялись собак По 20 минут в день эти дети наблюдали, как 4-летний мальчик с удовольствием играет с собакой По прошествии 4 дней 67% детей, которые наблюдали за мальчиком, пожелали забраться в манеж с собакой Через месяц исследователи вновь тестировали малышей на уровень страха Они обнаружили, что те же дети по-прежнему охотно играли с собакой Наблюдение за маленьким мальчиком, весело играющим с собакой, уменьшило страх у детей Они использовали поведение мальчика в качестве модели, чтобы изменить свое поведение Желание быть как все управляет обществом даже вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения В эксперименте в одной комнате были собраны люди, которые заполняли анкету, когда из-под двери вдруг повалил дым Два нанитых актера должны были вести себя так, как будто все в порядке В итоге только 10% испытуемых покинули комнату или сообщили о дыме 9 из 10 фактически продолжали работать над анкетой, потирая глаза и отгоняя дым от лица Вторая программа, пишет Хайта в книге «Биология человека» — это следование за лидером Опыта со стайными рыбами показали, что те особи, у которых хирургическим способом были разрушены определенные части головного мозга Начинали двигаться, не обращая внимания на всех остальных особей в стае Стая же послушно двигалась за ними То есть спонтанным лидером может стать дефектная особь Пиар искусственно делает отобранных дефектных особей лидерами мнений А уже те, в свою очередь, направляют остальных Брайан Дэниелс, Дэвид Кракаур и Джессика Флэг из Университета Аризона в США Рассказывают о том, что всего 4-5 провокаторов стаи из 50 макак хватает для того, чтобы полностью дестабилизировать и заставить его вступить в массовую драку То есть для того, чтобы направлять большинство, необходимо контролировать лишь 10% от его численности Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии, система получила в свое распоряжение передовые знания о человеке, как в области физиологии, так и психики Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он сам о себе знает Это означает, что в большинстве случаев система обладает большей властью и в большей степени управляет людьми, чем они сами Ноам Хомский, профессор языкознания в Массачусетском технологическом институте, лингвист, философ, общественный деятель, автор книг и политический аналитик Говоря о системе, Хомский вполне мог иметь ту или ту общество, которое обладает ресурсом для его пошагового изменения На каждом этапе которого общество оставляет все меньше и меньше реального выбора По сути, Бернейс столетия назад научил элиту эксплуатировать природно заложенное в человеческом сообществе чувство доверия друг к другу И за прошедшие годы инструментарий этой эксплуатации только совершенствовался Правила по умолчанию, освобождающие от обязанности выбирать, делают жизнь лучше и свободнее Таких правил не избежать, без них не обойтись Они имеют огромное значение Люди могут соблюдать правила по умолчанию, даже если они им не нравятся Люди уверены, что если архитекторы выбора предпочли одно правило другому, значит этот выбор и есть самый лучший Подталкивание Профессор Ричард Таллер Профессор Касс Ричард Санстейн Редактор Bloomberg The New Republic Суть работы профессоров состоит в том, что политические элиты, которые они называют архитекторами выбора Должны тащить массы твердой рукой к светлому будущему Погрузив избирателей в иллюзии, будто бы от их мнения что-либо зависит Достигается это путем внедрения массового сознания системы правил по умолчанию Что как нельзя лучше показывает отношение к демократии той самой элиты К сведению Касс Ричард Санстейн, муж постпреда США при ООН Саманты Пауэр Которую журнал Time включил в список 100 самых влиятельных людей мира 2004 года В 1939 году по задумке Бернеса в центре экспозиции «Всемирная ярмарка» в Нью-Йорке Вызвели огромный купол, называющийся «Демокрасити» В нем располагался действующий макет города будущего Простые американцы пришли в восторг, увидев беспроводные телефоны и кинотеатр в каждом доме Людям отводилась роль лишь пассивных потребителей той информации, которая будет вести и направлять их по жизни Трансформация общества под видом изучения общественного мнения Страсти по рейтингу Путина разгораются каждый год И катализатором становятся публикации результатов так называемых опросов общественного мнения В одном случае истерия нагнетается по поводу того, что рейтинг завышен В другом случае, что рейтинг рухнул до исторических минимумов Любая из новостей выносится на главную и муссируется в соцсетях Например, заголовок в РБК звучит следующим образом 61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны При этом формулировка самого опроса была несколько двусмысленна Как вы считаете, несет ли Владимир Путин ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его правления? Данная формулировка подсознательно воспринимается человеком двояко Разница тут в том, несет он ответственность или берет Потому что в разговорном обиходе несут ответственность обычно за возникшие проблемы А берут ответственность за стоящие в перспективе события И то, что вопрос вобрал в себя два в одном, наверное, не случайно Эффект опроса, производимый на общество, зависит как от самой формулировки вопроса, так и последующей его интерпретации в СМИ Слова «стоящие перед страной» были выброшены из заголовка РБК Самое интересное в том, как и зачем появляются такие новости Во-первых, новость основана на искусственном событии На опросе в ЦИОМ или Левада Центра То есть кому-то именно сейчас понадобилось узнать об ответственности или доверии Путину А кому-то в лице РБК понадобилось сделать это событие новостью номер один А кто этот кто-то? Минюст озвучил еще два года назад Проверкой установлено, что аналитический центр Юрия Левады в проверяемом периоде получал большую часть иностранного финансирования из США В том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне Курирующим учреждением, по которому значится Министерство обороны США Говорится в сообщении Минюста Среди других иностранных источников финансирования Также названы британская исследовательская компания Ипсос Мори Американская исследовательская компания Галаб Норвежский институт Фафо АИС А также американский университет Колорадо Университет Колумбии и университет Джорджа Вашингтона И другие организации Ряд российских СМИ В частности, Дождь, РБК и Эхо Москвы получают финансирование через Американский совет управляющих по вопросам вещания Такие выводы сделал публицист Илья Ухов на основе анализа внутренних документов BBG, адресованных Конгрессу США Он пишет, что в документе, опубликованном на сайте организации Совет американских вещателей рекомендует выделить финансирование для национальных сетей, аффилированных с русскоязычным голосом Америки РБК, Эхо Москвы и Дождь, работающих для внутренней аудитории России Решение о создании ВЦИОМа было подписано Горбачевым в 1987 году А в первый год запуска мониторинга Форд Джорджа Сороса помогал техникой и финансированием Левада Центр, ВЦИОМ и работающие с ними в связке РБК, Дождь и прочие Занимаются не только влиянием на политические процессы в стране Но и двигают целые пласты общественной жизни По заявлению ВЦИОМ, введение уроков полового воспитания в школе поддерживают 60% россиян Нам представляется, что детям нужно совсем не это Им нужен спорт, творчество и постоянная занятость Рассказывать не совершеннолетним о ЗПП, ВИЧ и тому подобном Это значит закреплять в сознании детей, что такой образ жизни для их возраста – это норма Здесь надо отметить, что и ВЦИОМ, и Левада Центр занимаются не столько выявлением общественного мнения Сколько легализацией определенных идей в обществе Чего стоит, например, такой опрос с заведомо неправильно поставленным вопросом? Поддерживаете ли вы полный запрет на искусственное прерывание беременности для российских женщин? Естественно, что большинство высказалось против, поскольку полного, безусловного запрета абортов нет нигде в мире В самых консервативных странах аборт разрешен по медицинским показаниям А еще в ряде стран, таких как Германия, аборт разрешен женщине, если с ней проведена психологическая работа на тему негативных последствий от аборта Но наш, в кавычках, ВЦИОМ, таких вариантов опроса намеренно не предлагает Иначе пришлось бы делать, как в Германии Левада Центр продвигает в России ювенальную юстицию Их опросы состоят из целого списка наводящих вопросов, которые должны логически подвести родителей к мысли о необходимости контроля над их семьями Также интересными выглядят их опросы на тему ЛГБТ Вопрос задается психологически тонко Может ли ваша сексуальная ориентация измениться под влиянием пропаганды? Естественно, что думая о себе лично, большинство, 85% опрошенных отвечает отрицательно И вот уже на основании такого опроса можно везде заявлять, что пропаганда гомосексуализма на людей не влияет По сути, все эти опросы призваны обеспечить плавный переход внедряемых изменений из состояния отторжения обществом к состоянию легкого приятия А уже затем и к законодательному закреплению Рассмотрим этот процесс на примере внедрения ЛГБТ Первый шаг окон Овертона по внедрению гомосексуализма – это снятие уголовной ответственности В Западной Европе ответственность была снята с 60-х по 80-е годы В 90-х – во всем СНГ и Китае В нулевых – пали последние штаты в США А в 10-х годах их ряды пополнили Турция и Индия Таким образом, в этих странах первый шаг окон Овертона реализован полностью Немыслимое перешло в состояние радикального Второй шаг – это внедрение понятия «гомофобия» и убеждение общества, что гомосексуализм – это не преступление перед обществом, а распущенность или вредная привычка В России, по данным Левада Центра, так считают уже 43% опрошенных Так радикальное становится приемлемым Третий шаг – вызвать сочувствие Убедить, что гомосексуализм – это болезнь или результат психической травмы По данным Левада Центра, в России так считают 35% опрошенных То, что было просто приемлемым, теперь становится разумным Четвертый шаг – уравнять ЛГБТ и гетеросексуалов Сделать это явление стандартным И уже сейчас, по мнению 21% опрошенных, гомосексуализм – это качество, которое дается от природы, со всеми вытекающими отсюда последствиями А то, что дается от природы, критиковать неразумно За так называемое равноправие уже сейчас, по данным Левада Центра, выступают 39% опрошенных Когда убежденных станет больше, наступит время последнего шага окон Овертона под названием «Действующая норма» Левада Центр предложит уже другие опросы, где спросит о законодательном уравнении в правах Которое предполагает равное представительство ЛГБТ в органах власти И об обязательном гендерном обучении в школах С правом детей выбирать пол с 4-летнего возраста Как это уже реализовано в некоторых странах Европы Остается только удивляться, что такое серьезнейшее государственное дело Как опрос общественного мнения осуществляется иностранным агентом Действующим на средства иностранных грантодателей Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают